Но уже недалек день, когда Путин получает, так сказать, через инаугурацию уже все регалии, как президент страны. На самом деле корочку мы уже выручили президента, но вот все-таки эти церемонии для Путина очень важны. Нам, обычным людям эти понты, конечно, касаются довольно странными. Вы видели каких-то огромных церемоний мира в мире в связи с вступлением в должность президента? Ну, нету этого, в общем-то. Но вот у Путина другое отношение. Давайте какие-то огромные праздники, огромные церемонии. Меня там дают какую-то корону мне, понимаешь, и я вот властитель тут мира. Но смешно. Это все несерьезно, на самом деле. Тут и не сакральности власти, а такая понты, и люди так к этому и относятся. Но тем не менее Путин это все любит, и все нынешняя ситуация в России тоже подогнали под это. Дело в том, что надо назначить новое правительство, правительство выйдет отставку, назначается там новое правительство. Это обычная процедура. Но, конечно, тянется это месяцами, пока великие лидеры думают, кого назначат примером и кто будет министрами. Но примером будет Медведев. Это довольно большая неожиданность для многих. Все-таки многие думали, что это хороший момент, новый срок президента. Выдвинут какого-то нового человека. Потому что все-таки по Конституции исполняющие обязанности президента будет именно пример, когда президент помрет. Дело серьезное. Это вопрос о преемнике. И многие думали, что вот пришло время господину Медведеву выйти в отставку. Ничего такого не случилось. А почему? Все удивляются. Но, видите, все связано тем, как Путин руководил Россией. Как Путин руководил Россией со все эти последние годы. Что мы имеем? А имеем мы полную катастрофу. Прежде всего в экономике. Все-таки западные санкции, плюс тому абсолютно неэффективное руководство, вели к тому, что российской экономике просто невероятная проблема, которая влияет на жизнь людей. Теперь представляете себе ситуацию. Президент назначает какого-то нового руководителя на пост премьер-министр. А тут оказывается, что жизнь становится еще хуже. Нужно ли тогда этот новый руководитель? Бусть старый отвечает. Нужен козел отпущения. Если мы создали Медведеву именно такой имидж, то сейчас и замена не нужна. Бусть он берет ответственность и за будущее неудачи. Ну и когда этот уже лимит будет исчерпан, но тогда назначаем уже нового человека. Так что именно это является идеей при новом назначении Медведева премьер-министра. Конечно, он еще не назначен. Мы будем видеть, как это все происходит. Но единственное, что мы можем еще угадать, то что, конечно же, что касается кабинета министров, то тут, конечно, уже будут изменения. Могут быть даже довольно серьезные изменения, если вы смотрите, какие кампании где-то проведут. Но один только пример. После Симни-Вишни очень серьезно занялись министром МЧС Бужковым. Как вы знаете, он получил свой пост, когда Шойгу ушел из поста министра, министра по чрезвычайным ситуациям и стал губернатором Московской области. Многие думают, что, в общем-то, это было такое требование Медведева, чтобы Шойгу не было в кабинете министров. И поэтому он потерял тогда этот пост, уже после того, как президентом был избран Путин в 2012 году. Но просто там случилась такая, что услуги Шойгу потом были нужны как министра обороны. Но та ситуация привела вот нового человека на прост МЧС. Ну, в общем-то, понятно, что Медведеву больше нравилась эта личность в его кабинете. А теперь вот такая история, что есть Симни-Вишня, и вот Никита Михалков уже несет, что это какой-то там особенно плохой человек. Он разгонял специалистов, он, так сказать, что-то там не то делает, МЧС. Одни проблемы, и он во всем виноват, в том числе и в том, что случилось именно в Вишне. Но это уже говорит о компании, что вот наверняка этого министра хотят снимать. Ну, и так далее. Вы можете по личным словам смотреть, кто и где там является под ударом, и кого там хотят снимать. Так что интриги вокруг министерских постов, конечно, будет очень острая. Но, слава богу, это кончится уже за пару недель. Так что мы узнаем там, кто будут министрами, кто нет. Надо сказать, что, конечно же, людей интересуют, будут ли движения среди высшего руководства. Скажем, администрация президента, нынешний руководитель администрации президента Вайна, он будет на этом посту? Или его передвинут в какое-то другое место? Конечно, вызывает большой интерес руководителей спецслужб России нынешняя конфигурация. Она продолжается? Или все же будут тоже какие-то изменения? Так что все это будем увидеть. И надо сказать, что это является всей этой ситуацией самой интересной, а не какая-то там церемония вокруг Путина 7 мая. Субтитры создавал DimaTorzok